Здравствуйте! Вы смотрите программу «Вопрос дня». Меня зовут Наталья Данина. Поговорим сегодня об итоговом сочинении. Важная тема. Два года дата этих работ менялась. И сегодня нам Елена Павловна Кони, возымститель министра образования и науки нашей республики, расскажет, как будет проходить это испытание у выпускников в этом году. Елена Павловна, здравствуйте! Здравствуйте! Итак, Елена Павловна, расскажите, пожалуйста, вот в этом году все ли пойдет по заранее продуманному графику и плану? В этом году все пойдет по утвержденному порядку федеральному. Никаких нововведений мы не предполагаем, не ожидаем. И в этом году, как и ранее, более двух с половиной тысяч одиннадцатиклассников будут писать итоговое сочинение. Несколько из них, это 38 детей, итоговое изложение по состоянию здоровья, которые будут являться и то, и другое допуском государственной итоговой аттестации к экзаменам, другими словами. Скажите, пожалуйста, вот предусмотрены ли в этом году резервные дни для написания этой работы и кто будет иметь на них право? Ну, должна быть уважительная причина, о ней потом позже тоже расскажем обязательно. Договорились? Договорились. Конечно же, ежегодно утверждаются три дня для написания итогового сочинения. Всегда это первая среда декабря, февраля и мая. Поэтому основная масса ребят, конечно же, в этом году зарегистрировались и будут писать первого декабря. Это первая среда декабря сочинения. У кого не получится написать, а что значит не получится? Это значит получить зачёт или не зачёт? Оценка не предполагается по итоговому сочинению. Поэтому у кого не получится получить зачёт, есть возможность переписать 2 февраля или 4 мая. Но есть ребята, которые по состоянию здоровья не смогут. У нас на сегодня таких двое ребят, которые по болезни ковид не смогут выйти на итог сочинения именно 1 декабря. Если получится, что кто-то уедет на спортивные соревнования, планы, ещё по какой-то уважительной причине, которая, естественно, у нас подтверждается документально, то у этих ребят есть ещё два срока, когда можно будет итоговое сочинение написать и получить допуск к экзаменам. Вот такой интересный вопрос. А можно все три среды использовать, если на самом деле причина будет уважительной? Если в первый раз не получилось, например, второй раз, вдруг какая-то психологическая напряжённость, как у нас часто очень бывает у выпускников, и не устраивает ни зачёт, ну, естественно, не устраивает, можно третью среду использовать? Можно использовать любой срок, но нужно понимать, что допуск и итог зачёт-недзачёт, он не улучшает результаты, он определяет определённый фактаж, то есть набор баллов по каждому направлению, сочинение по каждому заданию. Если выпускник набрал необходимое количество баллов, он получил зачёт, поэтому уже улучшить, если захочет свои результаты, конечно, возможности не будет. А если вот не явился на экзамен по уважительной причине, или явился вовремя, но получил не зачёт, конечно же, можно будет и 2 февраля, и 4 мая прийти в свою школу. Поэтому порядок у нас в этом плане не изменился. Ребята пишут в своей школе, составляется расписание занятий спокойно, в 10 часов, с двойным уроком, со своими учителями школы, пишут благополучно итоговое сочинение. Всё проходит в своей школе, в спокойной обстановке. Ничего нового в этом учебном году не предполагается. Вы уже сказали о тех причинах, которые могут стать уважительными для того, чтобы не присутствовать на этом испытании. Да, школьнику это либо здоровье, либо спортивные состязания. Есть ещё ли какие-то причины для того, чтобы родители, наши телезрители, если вдруг у них такие вопросы возникнут, они знали? Или больше категорически никакие причины не принимаются? На самом деле пропустить экзамен, вернее, итоговое сочинение, как и экзамен в будущем, вот такого перечня причин, его как такового не существует. Рассматривает комиссия, да? Но вообще нужно понимать, что если нет возможности явиться на итоговое сочинение, либо на сам экзамен, и если человек знает, выпускник заранее, или его родители, что вот такое, нужно посоветоваться с классным руководителем, объяснить причину и обязательно подскажут, будет ли являться она уважительной. Но есть очень много в жизни фурс-мажорных ситуаций, когда это случается. И вот именно поэтому и есть дополнительные сроки, и из трёх дней наверняка в какой-то один из дней получится у выпускника всё-таки прийти и написать в своей школе итоговое сочинение. Вот перейдём уже непосредственно к этой самой интересной теме, вернее, к темам этого итогового сочинения. Они в этом году, скажите, пожалуйста, Ирина Павловна, будут интересными? А вот это ещё как раз один вопрос, который говорит о том, что не стоит волноваться. Вот один мы рассмотрели, что всё будет в школе и всё стандартно, как это происходило ранее. А вот как раз направления сочинения, они тоже уже давно известны. То есть есть возможность определиться каждому без исключения выпускнику, какие бы наклонности у него не были, в каком бы профильном классе не обучался выпускник, и какое бы себе в дальнейшем направлении деятельности он не выбрал, обучение в ВУЗе. Есть пять основных направлений этих сочинений. Они очень интересны. Ну, например, человек путешествующий, дорога в жизни человека, дорога реальная, воображаемая. Это для детей, которые видят себя именно в какой-то такой деятельности, которая будет, наверное, связана, может быть, с управлением, с принятием серьёзных решений в дальнейшем. И уже сейчас дети во внеурочной деятельности, в какой-то своей творческой деятельности уже этим занимаются. Но могут над этим поразмышлять как раз. Поразмышлять, да. Есть направление цивилизации и технологии. Уже понятно, какие ребята, а это сейчас очень развивается направление, могут написать. И здесь можно порассуждать. Вот эта цивилизация, это вызов, это спасение, или это, наоборот, катастрофа для человечества. То есть разные-разные мнения, те наши технические ребята, которые вот в этом, этим живут, робототехника, информатика, они могут здесь себя проявить. Третье направление – преступление и наказание. Эта тема очень часто бывает, такое направление в сочинении бывает очень часто. И здесь, конечно, больше нравственность, социальные вопросы. И ведь ряд ребятишек у нас пойдут в юриспруденцию, в педагогику, а наверняка вот в этом направлении не смогут раскрыться. Есть направление, которое называется книга, но здесь может быть и музыка, и фильм, и спектакль про меня. Это люди и выпускники творческие, они уже понимают, что пойдут в творчество по этому направлению, художественно-эстетическое направление. И здесь они также могут своё мнение, мировоззрение, мировосприятие именно из творчества взять, интерпретировать свои взгляды через какое-то произведение. Ну и, как всегда, есть тема, которая связана с рассуждением, плюсы-минусы, хорошо-плохо и так далее. И называться она будет в этом году, это направление «Кому на Руси жить хорошо?». И здесь можно проговорить не только про устройство государства, но и про личностные отношения, межличностные, это тоже очень важно. И вот в каждом направлении, в одном из пяти, будет в день проведения экзамена тема. Она будет, конечно, уже более конкретная, но здесь есть возможность каждому ребёнку подготовиться и уже понимать, в каком направлении, может быть, в двух-трёх направлениях он сможет написать и раскрыться. Елена Павловна, вы так интересно рассказали. Вы знаете, я, честно говоря, вот после этого вашего ответа начала завидовать учителям, которые будут проявлять сочинения, потому что это будет отражение полной картины нашего подрастающего поколения, нашей молодёжи. Вот то, что ждёт, в принципе, Хакасию в ближайшем, я уверена, будущем. Да, извините, вас перебила. На самом деле мы всегда анализируем, сколько ребят, какие темы сочинения выбрали. Это очень интересно, но где-то это совпадает с выбором дальнейшего поступления в ВУЗы ребят, а где-то не совпадает. Но преимущественно дети уже понимают и готовятся написать сочинения именно по тому направлению подготовки, куда они планируют поступать в будущем. Очень интересно. Я думаю, что мы к этому разговору обязательно, когда будем обсуждать итоги этих сочинений, вернёмся. А сейчас, знаете, вот такой очень серьёзный вопрос. Скажите, ну, пандемия, да, она отложила отпечаток на все сферы, ну, в том числе, в первую очередь, конечно же, на наше образование. Вот процесс подготовки именно в этом направлении, вот как он проходит, будет ли обработка, будут ли какие-то, может быть, определённые ограничения для школьников, которые примут участие в этом испытании? Ну, на самом деле, итоговое сочинение, как я уже говорила, оно не очень похоже на написание... Экзамена. Да, единого государственного экзамена. Там у нас, мы помним, требование, что не более 15 человек, что зигзагообразная рассадка. И связано это прежде всего с тем, что на экзамен выбирается хаотичное распределение детей. Дети из разных классов, из разных школ могут попасть. Здесь же проводится в день проведения экзаменов обычная обработка, которая и проводится в учебное время. Потому что каждые дети со своим классом, никого нет посторонних. Если в кладе нет ограничений по каким-то карантинным мероприятиям, то класс обрабатывается, ребята приходят, и в течение двух уроков пишут своё вот это вот сочинение. За день мы уже приготовим все материалы, поэтому, когда ребята придут, ничего форс-мажурного не будет, ни спецрассадки, ни посторонних людей. Ранее мы привлекали, конечно, общественное наблюдение, чтобы экзамен проходил максимально объективно, не было нарушений ни со стороны организаторов, ни со стороны ребят. Но сейчас в связи с тем, что ограничения определённые есть по кругу лиц, поэтому наблюдатели аккредитуют их, кстати, само муниципальное образование. Мы не настаиваем, чтобы они были, поэтому это будет максимально спокойное, штатное написание итогового сочинения. В этом вопросе родителям переживать не стоит. Ну вот, а я предлагаю перейти всё-таки к ЕГЭ. Мы сегодня неоднократно к этому экзамену возвращались. Да, будут ли нововведения в проведении вот этого испытания какие-то? Можно ли же сегодня о чём-то говорить, о чём-то анонсировать, чтобы были готовы выпускники? Выпускникам этого года учебного, конечно, нужно будет быть готовым, что экзамены на сегодня, это позиции Рособорнадзора, Министерства просвещения Российской Федерации, будут проходить штатно, как они проходили два года назад. Послаблений, которые были в 2020 году, в конце этого учебного года, не предполагается. Ну, если они будут в связи с какими-то карантинными мероприятиями, конечно, об этом всё узнают. Но мы на сегодня готовимся всё-таки к двум экзаменам в форме единого госэкзамена у выпускников 11-х классов, которые собираются поступать и в ВУЗы, которым нужно будет просто получить эти штат, кто в ВУЗ у нас не пойдёт. Потому что не все 11-классники у нас идут в высшее учебное заведение. И те, кто пойдут в ВУЗы, конечно, выберут до 1 февраля, я напоминаю, ещё и те экзамены, которые нужны, необходимы для ВУЗа. У ребят есть огромная возможность. С прошлого года, если ранее это было всего 15 направлений подготовки, то сейчас в 5 высших учебных заведений и в каждом учебном заведении на 10 направлений подготовки. То есть 50 возможностей есть у каждого выпускника для того, чтобы подать документы. А документы можно уже подавать с этого учебного года заочно, дистанционно. И, конечно же, в какой-то из ВУЗов, я надеюсь, что обязательно выпускник будет зачислен. Поэтому, чтобы обязательно попасть, не стоит ограничиваться двумя, тремя экзаменами, двумя, возможно. Нужно посмотреть весь спектр. Вот этих направлений подготовки в разных ВУЗах. Бывают разные экзамены по выбору. Поэтому до 1 февраля нужно заявиться будет максимально. А если какие-то экзамены всё-таки не потребуются, здесь никакой проблемы нет. Нужно будет написать заявление, отказаться от экзамена, потому как он не востребован. И всё. Но максимально заявиться нужно будет до 1 февраля. Поэтому вот сейчас мы все, я надеюсь, успешно напишем итоговое сочинение. Часть ребят изложения. Итоговое напишут. Получим зачёт, все допуск к экзаменам. Выберем необходимый экзамен до 1 февраля. И будем планомерно готовиться к государственной итоговой аттестации. Елена Павловна, вы так жизнеутверждающе спокойно об этом говорите. Может быть, остались ещё какие-то у вас слова, советы и для родителей, и для самих старшеклассников, которые готовятся к этому серьёзному, вот что ни говори, испытанию. Они к этому шли 11 лет. Поэтому в завершении программы по традиции предлагаю советами закончить. Советы у нас, конечно же, есть и для самих выпускников, и для их родителей, и для педагогов. Но выпускникам, конечно, прежде всего нужно основательно, добросовестно приготовиться к итоговому сочинению. Потому что в разных высших учебных заведений добавляется по несколько баллов за данное итоговое сочинение. Это может быть плюсом при поступлении. Поэтому не нужно надеяться, что я приду и напишу, что у меня получится. Нужно постараться, почитать литературу, посмотреть эти направления, какие есть сочинения, приготовиться и тщательно, тщательно использовать всё-всё-всё время до минуточки написать итоговое сочинение. Родителям, конечно же, мы хотим пожелать спокойствия, потому что итоговое сочинение – это не оценка, журнал это не выставляется. Возможности написать его целых три в течение учебного года, время достаточное между ними, поэтому, наверное, нужно понаблюдать, чтобы ребёнок соблюдал режим дня, готовился к экзаменам, но при этом жизнь шла своим чередом. Встречаться нужно со сверстниками, заниматься в кружках различных, хорошо питаться, гулять, и тогда, наверное, всё будет в порядке. Ирина Павловна, большое вам спасибо за то, что вы сегодня пришли к нам в программу и дали столь нужные и важные советы для наших телезрителей. Спасибо, всего доброго. Всего доброго. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Вопрос дня». Увидимся в эфире канала РТС.